Науки тронул пальца. Я знал, он метает ножи, нырять по деревьям и лазит. Все учился делать, как отомстить. А Господь отомстил его. У меня путь очень необычный. Вот нужно будет подписать А. Вот это вот. Кто из ваших хотел бы поехать по Теряевку? Тут где-то одна спрашивала. Так, вот вам. Пожалуйста. Это можно, но бороду уже не брить. У нас все с бородами. Так, приглашаем, потеряем. Это единственное селение в России. Единственное. Но там написано для разрешения, конечно, не должно. А столько под разрешению лапы? Вот смотрите, вот это вот ничего не говорит кому-то. В это время, вот это, в 91-й год. Барнаул везбук, я хотел на площади, готовились границы по улице. А в это время я проходил по улице. И меня увидело величие. Они присущи меня схватили. И на трибун у меня первого поставили. Я первого выступаю. И после моего выступления страсти все утихли. И все, мирно разошлись. Они уже знали это. Вот я держу в руках Новый Завет. И я стал говорить. Виновны мы. Не надо искать. Ни коммунистов делал. Они бы не пришли, если бы мы были другими. Вот это я на площади стою перед народом. И меня сфотографирую и сохраняемся. Это моя биография. Тут еще надуманного нет. Так, я листик и эти два где-то... Я не дал никому их? Да, один усилий. Так вот смотрите, мне нужно вот здесь вот написать. А что написать? Написать, что Украина. Город такой-то. А то я оставлю вам. Теперь я покажу отношения патриархии. Вот это пачка. Ценная пачка. Из патриархии. Просчитайте слово. Слушайте. Русская православная церковь Московский патриархат. Скандинбургская митрополия храм-памятник на крови во имя всех святых. Это в Екатеринбурге расстрелях царя. В землероссийский просеявший духовно-просветительский центр патриаршей подворья. Ну все данные там дальше. Дальше что пишут? Да. Библиотека державная духовно-просветительского центра патриаршей подворья с благодарностью приняла в дар от Лапкина отец Тихоновича книги Новый Завет с толкованием блаженным профилактом. С комментариями. Лапкина симфония. На Житей Святых симфония. На неканонические книги Библии. Для Слава Божия нет уст. А вот это вот. Где мы подарили? В Болгарии. Это храм святителя Никола. Посмотрите. Только что там были. А это вот целая пачка, где в храмах Московской патриархии тоже подарили. Мне зачем это? И когда спрашивают, что вы делаете? Зачем вам это нужно? Я отвечаю, мой народ, моя страна, которую я люблю. Грозная опасность и исчезновение. И мне дано сказать людям, приготовиться к этому и попытаться обратиться к Богу. И поэтому я заложил все, что здесь есть. Это мои занятия в университетах, в милиции. Я много времени вел при радиопрограмму по радио за границей. Я все вложил сюда. Я сказал заранее, тут кое-кому не понравится, но упрекнуть в неправде он не сможет. Здесь правда настолько обнаженная, в самой последней инстанции. Дальше идти некуда. Вот даже я, ну она не молодая женщина, стоит у ворот. Ну стоит она, сестра, а мне надпись. С чего не собрал в юности, как соберешь в старости? Она на меня, почему ты мне такое написал? Я говорю, претензии не ко мне, а к Сирахову. Понятно. Другое что-то там говорит. Опять. А почему ты написал, а что я, падшая совсем женщина? Я не знаю этого, я не говорю. Просто под фотографией я сделал надпись. Как есть такая поговорка, береги счастье с молоду, а платье с новым. Так и это. Если у тебя родилась дочь, потеряй покой, не снижай очей твоих. Смотри, дабы она не опозорила тебя в народе, не сделалась беременной в доме отца, не опротивила мужу. И дальше все перечисляй. А почему ты обо мне написал? Ну почему я написал? Мне на сердце так положено. Ну за мной же этого нет. А я и не говорю, что есть, а просто место писания. Описание, все к нам относится. Любое место.